Добрый день, меня зовут Мишина Вадим, мы с вами в Орнитарии, в парке Сокольники. И сегодня мы поговорим об ушастых совах. Вот эта вот ушастая сова, ее зовут Букля, она у нас живет, будучи птенцом, к нам ее принесли, пуховичком, она у нас выросла. И поэтому, хоть она и совершенно здорова, отпустить ее нельзя, потому что она уже ручная, и мы для нее семья. Если мы для нее семья, то значит мы несем за нее ответственность. Но она уже требует не просто того, чтобы сидеть в помещении, она требует общения. И мы, как ее соплеменники уже, с ней общаемся, и также наши ребята занимаются ее вынашиванием, выгуливанием. У нас есть такая функция, что к нам приходят люди и гуляют с нашими вот такими домашними уже, одомашненными нашими птицами. Это совы прежде всего, ну и конечно малые соколы тоже. И с ними можно прогуляться прямо по парку. Вот это доставляет большое удовольствие для птицы, ну и для людей, конечно, не меньше удовольствия. Но поговорить я хотел не об этом, поговорить я хотел о том, что вот сейчас, в конце февраля, эти птицы прилетают к нам. Они прилетают к нам из Африки, куда улетают на зиму, потому что ушастые совы это перелетные птицы. И возвращаются они рано весной, даже в конце зимы. Сейчас у них, сейчас у них любовный период, они образовывают гнезда, вот, и будут выводить потомство. Это фактически одни из ранних наших, так сказать, перелетных птиц, которые у нас прилетают первыми. Вот она меня кусает. А кусает, смотрите, я так отдернулся машинально, но на самом деле она не кусает. Вот, это такая форма общения. Она это делает совершенно не больно, да еще попискивает. Слышите? И у нас на самом деле живут их несколько особей. Мы их любим. Многие у нас действительно спуховичков. Я даже вот наслаждаюсь общением, общением с ним. И мы с нетерпением ждем, когда у них появится, не у нас в Орнитарии, конечно, а у нас в парке появятся птенцы. Эти птенцы подрастут. Это замечательный наш сосед. И фоновый вид их, и их довольно много, слава богу. Но, правда, последнее время, из-за того, что у нас стало больше уральских сов, и уральские совы почему-то стали у нас гнездиться, они вытесняют ушастиков. Ушастики слабее и уступают им территорию. Хотя, конечно, как ловцы грызунов, они не уступят ни одной другой сове. Это замечательные, замечательные, красивейшие птички. Ну и на этом я с вами на сегодня прощаюсь. До свидания.